Даже если вас не было рядом с ним в комнате, вы все равно были в сердце Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Умма никогда не забывалась в мольбах Пророка, салаллаху алейхи ва салям. Независимо от того, вы жили в его эпоху или же вы жили войную. Но даже если бы вы и жили в его времена, сколько же раз Пророк, салаллаху алейхи ва салям, молился за нас. И даже если мы этого не слышали, тот, кому надо, все слышал. Встреча с Мухаммадом, салаллаху алейхи ва салям. Специальная программа в месяц Рамадан. Аиша, р.а. рассказывает, как однажды ночью она проснулась, и пророка, саллаллаху алейхи ва салям, не оказалась рядом. Она говорит, я стала искать его, было очень темно, поэтому я пыталась найти его на ощупь. И тогда рукой я нащупала его ступню, саллаллаху алейхи ва салям, по расположению которой было понятно, что он находился в земном поклоне. И я услышала, как пророк, саллаллаху алейхи ва салям, сказал, очень известная мольба, которую нам следует произносить каждую ночь. Ищу защиты в твоём довольстве от твоего гнева. И я ищу защиты в твоём прощении от твоего наказания. И я ищу защиты от тебя в тебе. И мне не дано восхвалять тебя так, как ты сам восхвалил себя. То есть моё восхваление тебя всегда будет недостаточным. А твоё восхваление себя всегда будет превыше, о Аллах. И мы сейчас говорим о пророке, саллаллаху алейхи ва салям, который находился в земном поклоне. И нам сейчас неизвестно, сколько таких дуа он произнёс за себя, а сколько за умный. Но мы знаем его характер, саллаллаху алейхи ва салям. Нам известен целый ряд повествований с мольбами, которые отличаются своим постоянством как в домашнем кругу, так и за его пределами. В одном из них сподвижники рассказывают, что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, так долго находился в суджуде, что они даже подумали, что он умер. Как долго нужно было быть в земном поклоне и держаться настолько неподвижно, чтобы окружающие подумали, что ты умер. Вот вам пример пророка, саллаллаху алейхи ва салям. И когда они спросили пророка, саллаллаху алейхи ва салям, что же произошло после того, как он поднял голову, они увидели, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, плакал. Джибриил не зашёл к пророку, саллаллаху алейхи ва салям, и оповестил его. «Аллах послал меня проверить, о чём ты плачешь». На что пророк, саллаллаху алейхи ва салям, ответил, «Моя умма, моя умма». Тогда Аллах, субханаху ва Тааля, отправил к пророку, салаллаху алейхи ва салям, Джибрилля, алейхи салям, чтобы он его успокоил. «Мы обрадуем тебя по поводу твоей уммы, и мы не разочаруем тебя твоей уммой». Таким он был у всех на виду. А если говорить о его личной жизни, то, как рассказывает Аиша, да будет доволен ею Аллах, однажды я видела, как он стоял и без конца повторял один и тот же аят. Он молился всю ночь, повторяя тот же самый аят. Ум Саляма приводит похожее повествование, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, проводил всю ночь в молитве, повторяя один и тот же аят. «Если ты подвергнешь их мучениям, то ведь они твои рабы, а если ты простишь им, то ведь ты могущественный и мудрый». И пророк, салаллаху алейхи ва салям, произносил мольбу за нас на протяжении всей ночи, алейхи салату ассалям. Одно из наиболее красивых преданий на эту тему, в котором Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает, «Однажды я увидела пророка, салаллаху алейхи ва салям, в прекрасном настроении». Аиша, да будет доволен ею Аллах, как нам всем уже известно, знает мольбы пророка, салаллаху алейхи ва салям, и все чудеса своего мужа, алейхи салату ассалям. Увидев пророка, салаллаху алейхи ва салям, радостным, о чем бы вы попросили его в первую очередь? Вы бы попросили его, «О посланник Аллаха, сделай за меня дуа». Неужели вы не обратились бы к нему с этой просьбой, окажись он прямо перед вами, или же у вас дома? И вот Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит ему, «О посланник Аллаха, сделай за меня дуа». И по ее словам пророк, салаллаху алейхи ва салям, поднял руки и сказал, «О Аллах, смилуйся над Аишей». «О Аллах, прости Аиша все ее грехи, как прошлые, так и будущие грехи, как тайные, так и открытые». Субхан Аллах. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, произнес мольбу Аллаху с просьбой простить все грехи Аиши, да будет доволен ею Аллах. Помните, когда Аиша, да будет доволен ею Аллах, спросила пророка, салаллаху алейхи ва салям, почему он плачет? И пророк, салаллаху алейхи ва салям, объяснил ей, что это было в знак благодарности, на что она удивилась. «Но ведь Аллах уже простил тебе все твои грехи. А что может быть лучше, чем попросить его об этом?» салаллаху алейхи ва салям. Тогда Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорит, когда он произнес эту мольбу, я так сильно обрадовалась, мне было так приятно, что я тут же обняла его от счастья. А теперь представьте себе эту картину. Аиша, да будет доволен ею Аллах, радостная, в объятиях пророка, салаллаху алейхи вассалям, он тоже счастлив и рад. И спрашивает Аишу, да будет доволен ею Аллах, о Аиша, ты довольна моей мольбой? Она отвечает ему, как же мне не быть довольной этой мольбой? Как мне не радоваться этому дуа? На что пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит, клянусь Аллахом, эту мольбу я произношу за всю свою умму в каждой своей молитве. Аиша, да будет доволен ею Аллахом, эту мольбой?